МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы всегда очень ответственно относимся к вопросам безопасного пребывания детей в лагере. В этом году тем более. Безопасность детей – важнейший вопрос накануне летнего здоровительного сезона. Так же, как и финансирование из бюджетов разных уровней – пришкольных, оздоровительных, профильных, спортивных и прочих лагерей. Всего на организацию летнего отдыха из местного бюджета выделено 6 миллионов 404 тысячи 219 рублей. В том числе по линии управления образования – 4 миллиона 542 тысячи. 20 спортивных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе школ с охватом детей – около 4 тысячи 100. Помимо 20 профильных лагерей, еще 21 лагерь с дневным пребыванием. Также в этом году предусмотрена субвенция из средств в бюджетах Приморского края на сумму 8 миллионов 650 тысяч рублей. В этом году мы особое внимание уделяем детям из малообеспеченных семей. И дети, которые у нас стоят на различных профилактических учетах, мы постараемся их пристроить. Либо это будет пришкольный лагерь, либо трудоустроить постараться, либо занять какой-то другой деятельностью, потому что у нас при домах культуры будут работать игровые комнаты. Поэтому вот к этим детям особое внимание. На территории Артема на морском побережье будут действовать три загородных лагеря. За три смены в них отдохнут около тысячи детей. А вот с трудоустройством школьников на летний период дела обстоят не очень хорошо. Вот одна надежда у нас на школьные строительные бригады, ремонтные бригады. Если школьники будут работать по три часа, то они смогут заработать. Начисление у них будет в 5-440 рублей, ну а на руки они получат 4-700, еще плюс тысяча. Всего центра занятости планируют устроить на лето 350 школьников. По специальностям, не требующим особых навыков. Будут места почтальонов, будут на полях работа овощеводов, ну и пасовщики там частично, и подсобные рабочие. Сейчас активно ведутся поиски предприятий, готовых предоставить на лето рабочие места школьникам. Но социально ответственных работодателей в городе почти не осталось. Видимо, в связи с тем, что увеличилась минимальная зарплата, работодатели считают свои деньги, считают, что нецелесообразно устраивать на летошку и найти места. Хотели сделать? Как лучше получилось, как всегда. Члены межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости детей уверены, что трудности эти проходящие. Ничто не остановит ход времени и лето никто не отменит. Город Артём к оздоровительной летней кампании 2018 года полностью готов. Александр Наточев, Тарас Боднарук, Даная Михайлова. Городские новости. В это майское утро, этой тёплой весной, всё как прежде, как будто всё идёт чередой. Только все при параде, при улыбках, цветах. Школа в красивом наряде и гостей просто страх. Знаем мы, что сегодня вам не нужен урок. Собрались мы на праздник, на последний звонок. И как всегда, в последних числах мая страна услышит тысячи звонков. Мы предлагаем вашему вниманию торжественный парад выпускников. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Торжественную линейку, посвящённую празднику последнего звонка, объявляем открытой. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Не забывайте, что мы друзья Друзья, не забывайте, что мы оркестр Оркестр, не забывайте, что ты – это я Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова